Здравствуйте! Представляем вашему вниманию интервью с войсковым атаманом Казачьего союза область войска Донского Юрием Викторовичем Сафоненко, позывной «Батя». Казачий союз область войска Донского – это общественная организация, зарегистрированная в 2009 году на Донбассе. Казаки под руководством атамана Сафоненко не смогли остаться безучастными и стали на защиту Донбасса. Казачий союз объединил под своим знаменем более 3,5 тысяч ополченцев, которые не только участвовали в боевых действиях, но и в социально-экономическом развитии Донбасса. Период военных действий обеспечивали питанием и медицинским обслуживанием гражданское население, обеспечивали общественный порядок. Казачий союз область войска Донского является самой мощной организацией донецкого ополчения, внутри которого царила справедливость и жесткая дисциплина. А его атаман до настоящего времени является очень авторитетным и влиятельным человеком на Донбассе. Юрий Сафоненко был близок с главой Донецкой республики Александром Захарченко и в определенный период являлся его заместителем по сельскохозяйственным вопросам. В связи с этим батя объективно рассказал нам о Дмитрии Трапезникове, которого, по его словам, он никогда и ни во что не ставил. Отметим, что атаман Сафоненко во время телефонного разговора сразу сказал такую фразу. Цитата. Что говорить об этом Трапезникове, все равно ничего хорошего не услышите. Я родился в Донецке. Зовут меня Сафоненко Юрий Викторович. Я являюсь войсковым атаманом Казачьего союза, область войска Донского, организацией, которая была зарегистрирована еще в 2009 году. Казачья за возрождение, традиции, всего-всего-всего. Ну, в 2014 году пришлось из руки взять оружие. Где находится, где вот организация, где у вас? В Донецке. Где вы проживали? В Донецке, да. В Донецке я проживал. Буденовский район, это легендарный казачий район на данный момент. Ну, все, мы организовали подразделения. Активных боевых штыков у нас было 3,5 тысячи. Ну, и плюс там нами обслуживалось совершенно бесплатно 11 столовых по Донецкой области во время вот этого конфликта, начала конфликта. Кормили мы в среднем 2000 человек два раза в день. Бесплатно, соответственно. Личный состав? Нет, не личный состав. А кроме этого? Личный состав, это само собой, это мы кормили мирных жителей. В разгромленных районах, да. С нашим уходом сразу, естественно, эти все столовые были закрыты, размародерены. Смотрел я такой фильм, есть, по «Россия-24». Он вышел в мае, в конце мая, по-моему, или в начале июня 15-го года. Называется фильм «Донецкий батя». А, это про вас? Нет, это про Захарченко. Но у Захара позывной был Захар. Захар. С этого канала, я его перестал смотреть после этого. И спрашивают, а как вот вы, питание, кормят вас, не кормят? Да, а кто кормит? Батя кормит. И сразу голос за кадром. Вот, Захарченко, но он же не батя. Батя я один был, я остался. И по зиму у вас «Донецкий батя» живет. Да, да. И на сайте миротворца украинском по СБУ, по этим всем системам, я везде прохожу «Донецкий батя». И фильм сняли «Донецкий батя» в России, ну, Захарченко. Несколько лет назад я познакомился с Дмитрием Трапезниковым. Мы вместе работали, вместе выполняли государственные задачи. Дмитрий, на мой взгляд, имеет большой профессиональный опыт. Он занимал руководящие должности в сфере городского хозяйства. Если вы не знаете, он имеет колоссальный опыт восстановления Донбасса. Я лично видел, какие там были разрушения и каких значительных результатов он сумел добиться всего лишь за несколько лет. И, по-моему, лучшую школу для антикризисного менеджера сложно придумать. Ну, если его, конечно, можно назвать человеком, его кумир – это деньги. Деньги любой ценой. Деньги, человек лживый, святого в него ничего не было. Нет, души, наверное, скорее всего, в него тоже не сильно, там, нормально, с душой. Сейчас это не модно стало. Вопрос в другом, что нужно идти на диалог и прийти к единому знаменателю. Что касается, выйду я или не выйду, я не собираюсь ни с кем прятаться. Я же не преступник. Я же внешне вроде не настолько страшен, что припрятался. Или вот на меня смотрите, и вам страшно на меня смотреть. Конечно, выйду. Нет, если тяжело на улице, говорить, да, пожалуйста, давайте, инициативная группа соберемся. Но самое главное, чтобы мы друг друга услышали. Вот что самое главное. Если есть инициативная группа, которая хочет меня увидеть воочию, услышать, почему я выходил на пресс-конференции, об этом говорил, пожалуйста, в любое время я готов принять здесь. Поэтому, конечно, я к диалогу готов всегда. Он вчера пообещал выйти к народу и ответить на все интересующие нас вопросы. А уже кидутсяк? Час. Час дня. Где наш уважаемый исполняющий обязанности главы города Элисты Трапезников? Да позор ему! Он обещал выйти. Где он? Мы к вам записывались на приемную. Когда? Почему не приемную? Месяц уже прошел. Когда вы записывались на приемную? Месяц. Месяц в приемной, да. Если все, кто ко мне записывались на прием, я принимаю... Человек лживый, святого в нем ничего не... Нет, души, наверное, скорее всего, в нем тоже не сильно, там нормально, с душой. Сейчас это не модно стало. Несмотря на попытки врагов, мы сохранили всю вертикаль власти. Более того, хочу сказать, что мы выполним завещание Александра Владимировича. И мы единая команда, той командой, которую он создал, и я, и Александр Юрьевич, и все те, кто окружают нас, выполним все поручения Александра Владимировича. Мы сохраним систему работы республики, все граждане будут обеспечены социальными гарантиями, республика будет развиваться так, как этого хотел Александр Владимирович. Разрешите добавлю, я хочу сказать, что на сегодняшний день мы вышли на след заказчиков убийства, и в скором времени я о них скажу. Узная характер Александра Владимировича, я уверен, что он хотел бы, чтобы республика жила дальше, чтобы сбылись все его мечты, чтобы мы собрали сегодня все, всю нашу злость в кулак и продолжали работать. Я его давно знаю, не просто как главу республики, он для меня был больше, чем глава, друг, брат. И я знаю, что все его идеи, все мечты, за которые он переживал, за которые он вкладывал всю душу, мы продолжим и выполним все, что он хотел сделать. Если гибели его, мне, честно скажу, очень тяжело было, я сейчас говорю, у меня ком подкатывается в горло, было тяжело восстановиться и морально, и физически. Я для себя тогда принял решение, что я должен отдохнуть. Я дальше не продолжал работу в политике, не потому, что там, наверное, устал или не устал, просто в самом деле было тяжело восстановиться после такой потери. Он имеет колоссальный опыт восстановления Донбасса. Я лично видел, какие там были разрушения и каких значительных результатов он сумел добиться всего лишь за несколько лет. И, по-моему, лучшую школу для антикризисного менеджера сложно придумать. Отпрывались деньги таким способом. Где-то там дом на окраине, где каждый день обстрелы. Зачем там менять шифер? Каждый день менять шифер. Ну, они 10 листов меняют, а по бумагам, что они целый микрорайон обустроили. Все это, ну, все на бумаге, все настолько вот фальшиво. И на данный момент оно все там фальшиво. То, что рассказывают, вот трамваи запустим. Не запустили. То Захарченко страну капустой завалил, не завалил. Потом он с Бибиковым, соседей, все ему, Бибиков, не Бибиков, пообещал деревья, яблони. Я говорю, ну ты хоть мне не смеши. Что это за яблони? Мы ее сегодня сажаем, завтра уже яблоки. Три урожая в год. И мы завалим весь мир. То этот, у нас металлургия такая была развита. Сейчас все заводы стали, зато Пушилин хвастается, говорит, ура, мы вышли, мы будем поставлять мороженое по всему миру. Мы 4 тонны мороженого в день делаем. Мы раньше делали 300 тонн металла прокатного в день. С одного только завода. А сейчас вместо 300 тонн металла мы делаем 4 тонны мороженого. Круто поднялись. Цели день. Нажива, нажива, нажива. Нажива любыми способами. С завышенной самооценкой. Он самый умный. Он всех получается обмануть. Если ему кто-то промолчал, грубо говоря, усрался. Если не скажут, что ты усрался, он усрется второй раз. Если скажут, тогда подумаем. Такой вот он. Чуть-чуть украл. Тишина, все нормально. Можно воровать дальше. Это пример у Ахметова. Пока не поймают. Потом в ДНРе он прострелил ногу председателю правительства ДНРа Максим Левченко был такой. Он ему прострелил ногу. Опять же по синьке. Захар ему сказал, что прострелишь ногу, и я тебе вместо него на должность возьму. Все, тут бац, ему ногу прострелил. Пьяненький. Любитель в теннис поиграть. Большой. Откуда он появился в ДНР? Ну, он с Донецка. А он сам из Донецка? Да. Он с нашего региона. Просто он то исчезал, то появлялся, то исчезал, то появлялся. Эта фигура максимально подходила, скажем так, для слива. Но он слишком о себе возомнил, может быть, за те услуги, которые он оказывал вышестоящим кураторам. Поэтому он же там буквально на неделю после смерти Захарченко сумел узурпировать власть. Да, был он. На неделю. Ну, товарищ Пушилин, тоже личность весьма героическая, сумел его нагнать. Видно, с Москвы попросили, сказали, ты давай. А сейчас ему в качестве компенсации, скорее всего, я думаю, вот это вот место мэра. Но, опять же, с целью аферы. Будет прокручена какая-то афера. Ради, скажем так, ради того, чтобы себя объявить гражданином России, не обязательно становиться мэром. Будь порядочным человеком и все. А раз так тянут, и причем, ну, прекрасно все знают, ни один человек в Донецке, Петропесникова, не скажет хорошего слова. Ни один. Все вот эти характеристики, да? Действия его. Ну, в силу его поступков. Его поведения, его поступков. Они же там так возомнили, что они как будто там бога за бороду схватили. И понукают им. Вот нам тоже говорят постоянно, ну, скажите, что вам там плохого, какой поступок. Можете, например, какой-нибудь привести? Да приедьте в Донецк и с людьми поговорить. Нам он тоже говорит, приедьте в Донецк, посмотрите, что он там сделал. Там действительно процветание идет. Какое процветание? Чего? Нам это говорят. Нам депутаты наших десантских двух горсток занят. Процветают настолько, что три тысячи зарплата рублей, это очень большие деньги. Полнейшее процветание. Гуманитарка русская не доходит ни грамма. Она вся продается в магазине. Единственный человек, который, по-моему, до 16-го года давал гуманитарку, это местный олигарх Ахметов. Он реально давал гуманитарку людям. Потом Захарченко, возомневший тоже себя царем, откажемся, нам не надо. Ну, он же ее не ел. Он нормально в ресторанах, каждый день на стакане. Я сам с ним бывал, а выпивал. Пил он декалитрами. Даже вот тот же великий писатель Захар Прилепин, даже он своей книжкой писал, что чем они занимались. Там и бухали. С кабака в кабак. Ездили, бухали и решали вопросы. Захар Прилепин, Захар Прилепин является хорошим антикризисным менеджером. Можете ли вы подтвердить, какие там кризисы он предотвратил, что ли? С какими кризисами он боролся? Он боролся и предотвратил Донецкой Народной Республике. Ну, Донецкая Народная Республика – это сплошной кризис. Никто там ничего не... Ну, как можно предотвратить? Война не кончилась. Зарплаты у людей не выросли. Цены не падают. Единственное, что может быть, если считать антикризисным, это падение цен на недвижимость. Потому что и над даром никому не надо. Жилье в Донецке. То вот единственное. А так, ну, что он сделал? Резали заводы, вывозили тупо и все. Даже этих рабочих, которые это резали, их кидали всех на зарплату. Медицину загнали. Все загнали. Вообще ничего не развивается. Все вот это, что рассказывают, ну, это ложь. Чистой воды ложь. Спросите у людей, как они живут. Живут те, которые... Семья. Или отношения к семье имеющие. К народной власти. Вот они живут. А остальной обычный народ, ополченцы, не живут. Патриоты. Тому ноги оторвало, тому руки оторвало. Копейки денег не дают. В лучшем случае, ну, тысячу рублей, когда-никогда дадут. А так, статуса ополченца до сих пор не принято. Пять лет война идет. Вы говорите, мы это сделаем. Зато проводятся там всякие мероприятия. То императорский бал. Ну, это первое время чумы. Ну, не уверен 100%, что он СБУшник. Ну, я так думаю, если, допустим, сопоставлять логически, граждане ДНР, пенсионеры, ездят там за пенсиями на Украину. За продуктами там, за пенсиями как-то там ходят. И их регулярно вербуют. Обычных рядовых граждан. СБУшники вербуют. А это человек такого, скажем так, значимого уровня. И как же тогда с ним. Он там жил, уже война шла. Как вот есть Майя Пирогова, тоже в Донецке. Министр она там, по-моему. Ну, какой-то там из министров. Алкоголичка. Тоже интересные ролики за нее. Ее дочка до 15-го года была в Киеве. Мама министр в Донецке. А дочка в Киеве. Сейчас дочка депутат народного совета. Да. С Киева приехала. Каждая вечеринка, а вечеринки у них регулярно, дочка такая же алкоголичка. секс-марафоны то она проводит. Там у кого сиськи больше, там такое всякое непотребство. Кто лучше менять, делает. Ну, в таком плане. Это нормальное занятие. Депутат же. Ну, очень много видео есть, где она там и слова Украине орет. Депутат народного совета. Да. Депутат народного совета народной республики. Пацаны на фронте сидят. В некоторых местах дети 5 лет детства не видят. Потому что в подвале, вот где серая зона обстреливаемая, они там живут в подвалах. А центр Донецка цветет и пахнет. Ходят генералы в орденах. По количеству вообще в Книгу рекордов Гиннеса можно занести. Вот, допустим, в первую Одесственную войну 1812 года было три полных кавалера георгиевских. Бывает, тут наших. Да. Три. А в Донецке сейчас штук 70 полных кавалеров. Ни сантиметра земли не освободили, блядь, только сдают по чуть-чуть. 70. 70 полных кавалеров георгиевских. Знаете? И, наверное, ну, звезда героя ДНР 5000 долларов. А так ведь не выиграетесь героями, наверное? Надеюсь, что нет. Но он не воевал. За что ему давать? Вы полковник, вы боевой. Ну, он супер боевой. Он супер боевой. Да, А Ваня русский, 26 лет, генерал-лейтенант. Ну, еще круче. Поэтому ничего удивительного. Кто себе, какое звание? Аспивак, прокурор. Там сейчас. Ну, его уже вроде подвигают. Вот он сам себя вообще прокурором назначил. Сам себя. И сперва два было. Он там и Светлана Владимировна. Была такая женщина там. Вся ее команда прокурорс, когда уехала в Москву, а вся команда сидит в тюрьме. Ну, там заслуженно сидят. Сам, вот я, допустим, вот раз, все. У нас революция. Все. Менты разбежались, все разбежались. А так, я генерал, а я маршал. Ну, все, класс, ты маршал, я генерал. Погнали, да, командовать. Понимаешь, вот так вот. Какой был позывной у меня трапезников? Трамп. Почему? Ну, он себя всегда ассоциировал, что он, трамп, что он такой. Я круче всех. А кто? Трамп? Трамп. Не от слова трапезников, а от трампа. Ну, я думаю, что больше ассоциируется все-таки, он же не назвал себя трап. Трап это лестница. Да. А трамп это ассоциируется сразу с человеком богатым, сам себе хозяин. Хочу бомбы кидаю, хочу в ноги стреляю. Что хочу, то и делаю. И таким образом трапезников приехал из Украины, вернулся, из Донецки и стал... Сразу, опа, пошел карьерный рост. Потому что, ну как, резидент создает сеть агентуры. Его, естественно, если ты идейный, тебе надо подвинуть, мы лучше возьмем укропа нашего. Чем больше нас укропов будет, тем лучше. Вот все. Это идет мягкий слив Донбасса. Чтоб не говорили, что вот там не сольют. Не получается слить. Без потери конкретно до конца уже имиджа определенными структурами России. Если бы это было бы возможно, уже бы давно слили. А он богатый человек? Ну, я думаю, не бедный на этот момент наворовал. До этого я бы не сказал, что он был богатым. Так вот. Ну, не бедный был. Понятно, на журничестве. Ну, где можно было копейку срубить, поменял ее на совесть, честь, порядочность и достоинство, он менял, конечно. было бы, да, с честью смерти. Да, не было, скорее всего. Возможно, даже с самого рождения. Уже то, что они творили в Донецке. И там он просто будет, скорее всего, его, ну, я думаю, Батухасик, дали команду. Возьми вот этого. Почему просто не учитываются интересы коренного населения? Вообще. Вот, говорят, нам шелк, некто Бородай, даже его видели у нас в Белом доме, в администрации, но благодаря вот нашим протестам. Бородай, это председатель общества союза добровольцев Донбасса. Поднялся Бородай, он вообще был на Рублевке кокаиновым дилером. До 14-го года. Задолго еще. Старт карьеры, он кокаиновый дилер, мы его вот там заметили. Я его тоже знаю. Он там, скажем так, у истоков создания республики стоял в Донецкой. Он сам местный? Нет, он не наш. Он не местный. Он отсюда, скажем так, с Россией Бородай. Его послали создавать республику? Да. Ну, он там недолго побыл, его оттуда убрали. Он из этих, да? Под этим. Он не из этих, он под этим. Такая личность. двоякая. Особо ничем он. Мелочный тоже. Я думаю, он скоро устанет, если вы такую характеру, он скажет, ну, у вас, ну, если пообещали, хороший куш будет держаться до последнего. Это человек без пардона, это из тех, что ему ссыжут глаза, он говорит, божья роса. Он воевал? А он, наверное, передовой был вообще? Нет, конечно, какая передовая. Он только в мировое время пошел? Нет, он... Они-то потом выливали, что ли? Он ни разу. Максимум, что он сделал, это выстрелил в ногу за должность, да? Да. Ну, ходил с пистолетом, с охраной. Ну. Мне охрана зачем нужна? Мне охрана не нужна. А чего вы с вами охрану пользуетесь? А с чего вы взяли, что вы охрану пользуетесь? Это охрана. А где вы видите охранный автомат? Мы знаем, что это нужно. Как вы можете знать? Боишься, значит? А что ты, если ты... Что ты боишься? Значит, есть чего бояться? Если ты, блин, совесть твоя чиста, чего тебе бояться? Ты с боевого региона, с войны, ты приехал, блин, в мирную республику сделать калмыков счастливым, и ты боишься. Как это так? Что-то он, бля, нестыковывается. Значит, совесть нечиста, в первую очередь. Раз ты боишься, значит, у тебя нечиста совесть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok